Ребята, всем привет! С вами Куланова Аня, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим о новинках пятого каталога 2021 года, который будет действовать с 29.03 по 11.04. Итак, 1000 рублей в подарок дарится нашим новым покупателям. И, конечно, такой акции нужно рекрутировать и очень мощно. Дальше, смотрите, вот такая вот игрушечка стоимостью 999 рублей по цене каталога. На эту игрушку у всех, кто зарегистрирован, скидка 20%. Вот такая вот, я считаю, что полноценная такая вот подушечка, прикольная, классная, упругая. Заказала одну подушечку своей Виктории, а вторую подушечку заказала своей Катюшке, потому что они обе любят мягкие игрушки. Итак, игрушка-подушка, милая овечка, материал 100% полиэстер, размер 30 на 20 сантиметров, артикул 910-188. На мой взгляд, она какая-то такая, то ли серьезная, то ли нет, непонятно. Какая-то она горбатая, интересная очень, с хвостиком, со всем, что нужно. Ну, в общем-то, ничего, Вика уже пыталась ее взять. В лапках какие-то вот комочки там есть, тут вот нету, а вот тут вот какие-то вот как будто вот нет, вообще-то нету комочков. Ну, что-то такое вот упругая, очень твердая такая, и очень сложно будет на ней, мне кажется, спать, но на кресло будет здорово, я думаю. Хорошенькая. Вот, да, и вторая такая же. Далее, смотрите, сумочка-шоппер. У меня вот такая вот, с дизайнерским принтом. Материал вверх ручки с хлопок 100%, идет без подкладки. Размер 43 на 42 на 0 сантиметров. Высота ручки 22 сантиметра. Значит, и, скорее всего, это овечка в облаках, ее пока нету. А вот есть овечка-шопоголик с кучей пакетиков. Дизайнерский принт, это значит, что только у нас в компании вы такую найдете. А вот, артикул 600-692. В такой упаковочке она приходит, поэтому, я думаю, она подойдет даже на подарок кому-либо. Я очень часто, когда собираю кому-то призы, дарю вот такую вот, в таких вот пакетиках. Они реально классные, прикольные. И сам пакетик, ну, сама вот эта сумочка, тоже даже ничего. Да, такая вот плотная ткань в такую точечку. Очень интересную прям вся ткань в такую вот точечку. Так, если еще свет включить, добавить. Так, давайте вот так вот ближе вам сделаем. То есть, такие вот тут точечки. Рисунок сверху. Мне кажется, она будет легко, очень легко стираться. И очень хорошо, то, что у нее тут идет такое вот дно, хорошо прошитое, и ручки очень хорошо пришиты, да. То есть, тут несколько раз очень сложно будет такую ручку оторвать, повредить. Ткань очень плотная, хорошая, такая прям крепенькая. В общем, никаких, как бы, претензий к этой сумочке. Вот тут вот еще, смотрите, такие вот новиночки. Тут есть и тапочки, и леггинсы, и платья-свитшоты, и мягкий хлопковый футер есть. В общем, много чего есть на женщин, получается, на мужчин нет. Но мужчина может одеть любую белую футболку, если хочется, какой-нибудь там фэмили-лук, да. Носочки есть, это пока мне ничего не доступно, к сожалению. Поэтому вот только так могу попасть. То есть, это тоже коллекция Love. Но у меня есть такая вот новиночка. Универсальный крем для лица, рук и тела. 100 мл. Причем, когда я его вертела, крутила, тут все написано, да, по-английски. А тут как бы не написано, да, подойдет для всех ваших пожеланий, прекрасно увлажнить, питает и бережно ухаживает за кожей тела, особенно за ее сухими участками. Артикул 2608, она идет 120 мл. Что хочу про него сказать. Крем действительно очень интересный, очень похож на Нивею. Прямо один в один. Ой, Алиса, ну как же, куда же без тебя? Куда же, куда же? Пришла, да, на свое место. Такой вот кремчик, да, обычный такой, хорошенький, очень плотный. Да, давайте вот ноготком, если его взять, на руку, да, положить, то прям такой, знаете, средней плотности крем. Классный. Чем-то мне напоминает, скорее всего, зиму. Вот, чем он мне понравился, тем, что быстро впитывается, нет практически никакого запаха. Ну, вот знаете, практически один в один Нивея, наверное, да. Он увлажняет, питает и бережно ухаживает за кожей тела. Особенно рекомендован для сухой кожи. В общем-то, хорошая штучка, стоит очень недорого, 149 рублей. С удовольствием израсходую, потому что он очень приятный. Действительно приятный, действительно классный и как бы великолепный. В общем, прямо одобряю, мне кажется, что вам он тоже, как и мне, понравится. Ну, конечно, кто уже будет его пробовать. Далее, смотрите, тут показана мужская коллекция. Кое-что мне удалось заказать. Скоро будем снимать это все на обзоре. Бижутерию я решила не заказывать. И вот два таких вот новеньких палантина, цвета, которые, в принципе, очень даже такие свежие, яркие. Значит, один палантин идет плессированный, другой принтованный. Вот этот зеленый 999, а этот 799, 90 на 180, а этот 95 на 190. В общем, они реально такие вот большие. Кошелечки так мне не достались. Я их не могу попробовать. Ребята, тоже приходят в такой вот упаковочке интересной. Принтованный у нас с вами идет с артикулом 600-665. Называется мультиколор. Он такой вот очень такой тоненький, просвечивающий, приятный, красивый, симпатичный. Мне такое нравится. Причем ткань такая классная, натуральная. Мне прям действительно нравится он. Ну, не могу сказать, что он супер натуральный, но вот ощущение тепла от него идет. Очень даже симпатичный. Смотрите, какой он большой. Не могу найти конец и край. Да, вот, значит, край такой вот. И такой вот у него хорошенький рисуночек. То есть он как бы идет узенький. Если вот на два сложить, да, то есть в три он, как вы видите, просвечивает предыдущий слой. Ну, очень длинный и приятный палантин. Просто великолепный. Далее посмотрим зеленый. Очень приятная ткань. Он такой огромный. Потяжелее, чем предыдущий. Сшит уже, да. Но, как вы видите, он тоже, ой, немножечко просвечивает. Да, вот если смотреть таким образом, то очень даже хорошо видно продукцию, которая стоит на столе. Длиннющий, плессированный, очень красивый. Будет легко, хорошо стираться. Ткань крепкая, нормальная. Ну, как вы видите, если ее сильно тыкнуть, то расходится. Но тут же ее можно назад сделать. Но не так, как у того вот серого шарфа, который, в принципе, я себе оставила из-за того, что расцветка клевая. Это тоже неплохой такой вот вариантик, да. Но он прям вообще огромный. И в нем тепло, хорошо и уютно. Далее, как вы видите, в каталоге идут кроссовки. Тоже их пока нет в наличии. Вы просите у меня их примерить на камеру, и почему вы так долго ждете, и так далее, и так далее. Но нету в компании Фаберлик пока. Они мне недоступны к заказу, к сожалению. И я вот не могу их вам пока показать. Хотя очень много желающих их увидеть, к сожалению, нету. Вот, также тут идут туфли с каблучком, без каблучка. Вот такие вот ботиночки. Кеды женские идут. То есть, как бы, ну вот, то, что есть, ребят, из новинок, я заказываю практически все. Поэтому, если я что-то не показала, это не значит, что я не заказала, и оно мне не понравилось. Это говорит о том, что этого нет в наличии, и я не могу на данный момент вот это вот заказать. К сожалению, такое вот бывает. А далее, смотрите, у нас с вами новинки концентрированных гелей для посуды идут. Вот они такие вот три штучки, красоточки. Значит, получается, один идет против загрязнения и запахов. У нас уже с вами был такой подобный. Да, то есть, вот они два. Мы их с вами можем сравнить. А в день, когда я заказывала, вот этот вот был продукт дня. Это не VIP-новинка. Артикул 118.31. Он вроде бы всем устраивал, но вот этот, который новинка, с артикулом 30099, он оказывается гуще, лучше пенится, лучше убивает запах. В общем, мне кажется, что это улучшенная формула вот этого вот предыдущего черного геля, абсорбирующего. А получается, тут идет древесный уголь, который быстро устраняет неприятные запахи, облегчает устранение жира и соусов, подходит для мытья детской посуды. То есть, оба они 0+, но вот этот новинка моет лучше. Поэтому я вот этот измолю. Он как раз был продуктом дня, и мне стало интересно сравнить, потому что этот я давно не брала. И мы помыли этим и другим. И понятно, что два в одном как-то вот выиграл, да, алоэ вера. И аромат у этого такой сладковатый, непонятный, а у этого прям алоэ вера, очень приятный. И ручки, конечно, будут говорить спасибо. Да, во-первых, он идет супер концентрат. Легко отмывает жир соуса, устраняет неприятные запахи с посуды и губки. Не сушит кожу рук, полностью смывается, эффективен в холодной воде. Рекомендован для мытья детской посуды 0+. В общем-то, такая вот красотища. Далее, эти средства я вам подробнее расскажу в пустых баночках. К сожалению, два дня ждали грязную посуду, но не дождались, потому что у нас все моет посудомойка. Я забыла сказать, мама, не запускай посудомойку, я буду мыть вручную. То есть, и, к сожалению, только помыла кружки, вот такое все, да. То есть, действительно, блеск есть, блеск имеется. И действительно, очень классный. То есть, вот второй, о чем я хочу рассказать, это концентрированный гель для мытья посуды. Crystal Shine, лесная малина, аромат малины, как вы знаете, я не люблю, мне не понравилось, конечно же. Но он не остается на посуде абсолютно. Значит, тут идет эффект посудомоечной машины, особый блеск, стекла и фарфора, защита от пятен и подтеков. Подходит для мытья детской посуды, то есть, он тоже 0+. Тоже экологически чистый состав идет тут и артикул 395. То есть, тоже такой вот ничего хорошенький. Он такой, знаете, тоже почему-то гуще, чем предыдущие. Да, видите, он прям такой прозрачный, такой вот густоватый. И аромат, ну, реально такой малиновые косточки может, да. Ну, скорее всего, да. Далее, значит, чистота без налета. Легко отмывает жир, убирает желтизну, прекрасно удаляет чайный, кофейный налет и подходит для мытья детской посуды. Свежий лайм. Значит, все они будут стоить 149 рублей. Абсолютные новинки, значит, да, то есть, их еще в каталоге нет. Артикул 397. Тут, значит, написано, что для удаления жира нанесите каплю средства на губку и вымойте посуду, затем тщательно ополосните. Вот, в разведенном виде можно пользоваться, в принципе, всеми ими. Да, от одного к одному до одного и четырех. Но, ребят, я никогда не развожу. Вот, честно вам скажу, никогда не развожу. Мне это просто не нужно. Вот, значит, экологически чистый состав. Мультикоплекс биоразлагаемых паф на основе растительных компонентов. Биоразлагаемая органическая соль. Композиция душистых веществ. Отдушка. Поваренная соль. Биоразлагаемый консервант. И пищевые красители. Дают гелю приятный цвет. Но они, так как они пищевые, их в торт везде добавляют, то и сюда добавили. Да, то есть, он такой вот прозрачный. Но на самом деле, да, такой светло-светло-зеленый цвет алоэ может быть. Аромат, да, действительно такой лимончик приятный. Чем-то мне фейри даже напомнил, если честно, ребят. Вот так-то вот. Тут еще вот есть какая-то новинка. Форма для оладий. Силиконовый материал. Без ручек 23 сантиметра. Фигурная форма для оладий. Круглая форма для оладий зеленая. То есть, ну вот эту желтенькую, конечно, хочется. Кто любит деткам вкусно печь, я думаю, будет классно. Но такие, смотрите, она по краям не пропекается. То есть, будет только узорчик там, где вы сделаете. Вот, рекомендуется диаметр сковородки 28 сантиметров под них. Ну, действительно, да, классно. Вот это, если зеленая, она меня не заинтересовала, да. Вот, хотя оладия тоже будут идеально круглые, классные. Вот это вот, конечно, действительно здорово. Хотелось бы такое попробовать. Но пока тоже в наличии мне не дали. В наличии этого нету, к сожалению. Очень обрадовалась, когда увидела в компании Фаберлик резинки. Потому что недавно покупала эти резинки в магазине, по-моему, в Спортмастере. Мне эти резинки не понравились их. Они зацепляют кожу. А вот эти резинки у меня муж порвал пару штучек. И как бы пора бы уже новые заводить. А их в компании Фаберлик не было. Вот, значит, новые. Посмотрим. Значит, эластичные ленты для фитнеса. Три штучки. 6,5, 9 килограмм и 11 килограмм. Ну, пока я 9 килограмм на руки, использую 11 килограмм на ноги. 6,5. Вот, бывает, когда уже очень устану, то только тогда. Далее переедем с вами плавно к туши. Тушь для ресниц. Она идет как бонус за покупки. Новинка и сразу бонус за покупки. Значит, тут идет силиконовая щеточка, которая прекрасно прокрашивает реснички, придает им максимальный объем. Ребята, эту тушь я, наверное, поругаю немножко. Потому что как-то вот она мне показалась не совсем. Может, она еще, конечно, раскрасится. Ой, но на данный момент не совсем она мне понравилась. Да, то есть вот на руке хорошо видно. Слой на слой тоже ее невозможно нанести. Она начинает комковаться. Хотя первый слой нанести сколько хочешь. Пока тушь не высохла, тушь отличная. Ну, и давайте с вами посмотрим этот тушь крупным планом. На данный момент я без косметики, без всего, без тона. Вот, просто хочу посмотреть. Брови мне сегодня делала мастер. Так, я надеюсь, ее видно вам будет. То есть таким вот образом. Вроде бы как наносится отлично. Но вот предыдущая тушь мне как-то вот больше понравилась. Хотя, в принципе, и это неплохо наносится. Да, то есть вот видите, разницу. Мои и не мои ресницы. Мне повезло вообще. Мне удалось восстановить свои реснички. После наращивания, помните, да, мне прям не на чем было тестировать тушь. Я вообще была расстроена, когда я их самостоятельно сняла. Вот, ну, то есть вот прям такая вот прям тушь. Хочется ее еще поправить. То есть вот видите, наслаивание у нее не происходит, потому что она начинает комковаться. То есть ее нужно чем-либо расчесывать. Ну, в принципе, нормальная тушь. Вот. Разница есть. Это с одной кисточки, как вы видите. Я больше не макала. Вот. То есть видите, пошли уже комочки. И это все, вся эта красота с одной кисточки. В принципе, если не на камеру, то можно нанести намного аккуратнее. Ну, мне на камеру ужасно и неудобно. Вот. Вот тушь. Вот, в принципе, делайте вывод. То есть такая вот она и есть. Ну, да, есть объем. Я согласна с компанией. Объем неплохой. Насчет стойкости, ребята, скажу, что тушь очень стойкая. Мы тут гуляли. Как вы знаете, я сейчас делаю из моих сторис, да. Кто смотрит мои сторисы, я делаю 10 тысяч шагов в день. Вот купила себе шагометр, да, и так далее. Что хочу сказать. Стойкость обалденная. Стойкость классная. Но то, что вы сделаете на своих глазах этой тушью, то у вас в итоге и будет. То есть она как будто бы фиксирующая. И вот эта мне в ней понравилась. Вот. Значит, 12,5 миллилитров. Артикул 52,39. Вот. Ваша любимая тушь в новом дизайне. Не знаю даже, какая до этого была тушь. Может быть, вы мне подскажете. Вот. Я не помню. Я до этого пользовалась только вот. Вот эта, кстати, мне больше нравится тушь. У нее кисточка как-то вот лучше разъединяет реснички. И как-то вот лучше для нее их делает. А вот эта тушь, она их делает тонкими, длинными, да. То есть, ну, как бы и загибает их. То есть они больше... Мне показалось, что она больше как моделирующая. Но, в принципе, сама по себе тушь по стойкости, по всему, не такая уж и плохая. Но, не знаю, чем-то она мне не нравится. Как-то лежит она не так, не аккуратно. Мне бы хотелось более аккуратное такое нанесение. Но вы видели, да, пару взмахов и прям веер ресниц. И они такие, как бы их нужно докрашивать, докрашивать. Или чем-то вспомогательным излишки снимать, да. Вот что-то нужно все равно с ней делать. Просто так вы ее на глазу не оставите, да. То есть она не супер аккуратно смотрится. Далее пробежимся по подводочкам. Одна у нас подводка идет для глаз 4 мл. Они обе, я так понимаю, да. То есть у одной перламутровый финиш, у другой глянцевый финиш. Ну, я бы даже так сказала матовый. Их действительно между собой классно сочетать. Я все это дело попробовала. Что хочу сказать. Подводка классная, стойкая. Я с ней уже погуляла. И на улице, и всяко-разно. В общем-то мне понравилось. Она держится весь день. Очень интересно смывается. То есть когда я ее мочу водой, то она не размазывается. Эффекта панды нету. Она именно так вот скатывается и как пленочка отпадывает. Это вот эту я пробовала. Малахитовый, да. Интересная, конечно, очень. Ну что ж, давайте начнем. 5,771 у нас с вами получается вот как раз тот самый малахитовый. Да, то есть смотрите, тон в тон практически. Да, то есть она немножечко более бирюзовая, нежели в каталоге, на мой взгляд. Давайте смотреть, как она наносится. Только что сняла мицеллярной водой тушь. Тушь смывается отлично. Ну и далеко от меня очень зеркало. Сложно нанести подводочку. Таким вот образом. Такая вот интересная подводочка. Наконечник действительно удобный. Наносить действительно хорошо. Не знаю, насколько она глянцевая. Но как вы видите, мне она кажется матовой. Ну, нанести ровно, в принципе, если вы будете близко смотреться, не как я, далеко, я думаю, очень даже легко. То есть такой вот подводочкий эффект. Симпатичный, конечно, да. Ничего не скажу. Хорошенькая. Далее темно-фиолетовый 5673. Это перламутровый финиш. Да, то есть такая вот она идет интересная. Давайте ее попробуем на руке. Ну, то есть я вам вот так вот покажу. То есть у нас такими как бы идет блесточками, да. То есть видите, они переливаются. В принципе, смотрится очень симпатично. Попробую поближе на камеру. Ну, уж очень для меня на камеру сложно краситься. Не, на камеру у меня не получится. Ага, немножечко так это волосит она. Так, ребят, дубль два. Да. Ну, такая цветная, красивая. Я, ребят, не буду прям супер круто наносить эту подводку, потому что, сами понимаете, веки жалко. Ну, показать вот цвет вам, конечно, хочется. Цвет очень-очень приятный. Очень такой полный, симпатичный, хорошенький. Да, то есть стрелочки можно всякие разные наносить. Далее взяла в руки 5670 бронзовый. Ну, то есть такой вот. С каталогом, как вы видите, очень сильно отличается. Поэтому имейте в виду, да. То есть вот прям сильное такое отличие. Бронзовый он как коричневый обычный смотрится. Значит, это тоже из линейки перламутровый финиш. Давайте на него посмотрим. То есть, ну, тут, да, есть немножечко блесточек. Если прям совсем близко, да, что-то есть такое, но очень такое нежное. Если вот на синем реально заметно, то этот вот более такой нежный оттеночек получается. Угу. Угу. Ну и поехали, нанесемся. Угу. Ну, его хочется еще с чем-то нанести. Да, то есть он такой для натурального макияжа получится. Угу. Практически его не видно, да. То есть если даже навека немножко выехать, чтобы вам именно этот оттеночек показать, его, он просится с черным вперемешку. Угу. Далее 57-70 коричневый. Угу. Давайте попробуем коричневый нанести. Да, то есть этот глянцевый финиш должен быть. Угу. Ну да. Что-то типа этого. Вот мне что-то тут вот не совсем нравится, что на руке, что на глазу. Они немножечко, видите, полосят. Сложно как бы нанести стрелку. Так, давайте пробовать. Видите, полосить же немножечко, да? Ну, я, конечно, без базы, без всего наношу, как оно есть. Угу. Ну, вот эту полосочку теперь вот как убрать. Ну, то, в принципе, хорошо убирается, да? Ну, не встала. Ну, он еще, видите, не высох. Ох, ляпнула, да? Ну, сложно-сложно. На камеру сложно. Но он, видите, такой вот, его можно поразмазывать по глазу. Видите, он такой интересный. Не знаю даже, как его писать. Ну, сложно им нарисовать ровную линию. Лично для меня. Я такой вообще, если честно, не люблю. 57-68 черный. Абсолютно прям черный, да? Такой вот обычный-обычный. Давайте с вами посмотрим его. Ну, то есть можно тоненький слой. Можно вот так вот сделать. Ну, да? То есть обычный такой вот черный. Так, сейчас увидим с вами, как он наносится. Ой, ну, очень неудобно. Мне. Нет, я потому что люблю именно подводки-фломастеры. Мне не больше нравится. Тут, конечно, много очень мороки. Сложно прям не нести нормально. Ну, лично для меня, да. Вот у меня, допустим, свекровь любит только такую подводку. Мне же, мне же тяжело. Далее 56-71 темно-бирюзовый. Вот он прям такой. Цвета тоже в каталоге отличаются, скажу вам честно, да? То есть, ну, на камеру, кстати, они очень похожи. И когда он подсыхает, он тоже практически один в один. Но когда его намачиваешь, он немножечко такой зеленцой. Все-таки камера плохо передает, ребят. Камера врет. Ну-ка, вот этот оттенок. Вот этот она, кстати, тоже собрала. Он такой, как в каталоге. Вот сейчас смотрится он вот такой вот. Вот. А тут она тоже бирюзу забрала. Оставила только синий такой оттеночек получается. Давайте прям его с вами на руке посмотрим. То есть, такой вот он. Прямо красивый. Блестюнчик. Тоже он больше зеленый, ребят. Камере не верьте. Он прям такой зеленцой. А тут прям на камеру он синий. Камера врет, скажу вам честно. Угу. Он такой хорошенький. Также нанесу тоненькую подводочку. Вместе с вами. Так мне есть хорошо. И, конечно, ребят, можно и потолще. Но я и не пользуюсь этими вот штуками. Я, в принципе, люблю тонкие подводки. Как вы видите, цвет она выделяет. Яркой она вообще не кажется. Она кажется такой спокойной, симпатичной подводочкой. Пусть он даже приятный. Можно, конечно, и подлиннее вывести. Да. То есть, кому как нравится. Ну, это... Да. То есть, убрать тоже легко. Пока она не засохла. Тоже, как бы, в принципе, нормально терпит. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, как подводки звучат, да, на глазу. Все подводки показывать не собираюсь. Это, конечно, вредно. Столько мицеллярной воды. Далее. 56-72. Это такой вот темно-синий глянцевый оттенок. Он идет вообще не похож на цвет в каталоге. Ну, сейчас подождем. Может быть, он еще высохнет. Но нет, ребята. Абсолютно нет. Да. Как вы видите, ну, вообще нисколько не похож. Давайте я его на руку еще нанесу. На руки он тоже передается великолепно. Цвет, цвет, что мне безумно-безумно нравится. Да. То есть, такая вот красотища. То есть, не знаю, где тут глянец. Если вот это вот я вижу, что он ублестит, то вот тут. Может быть, будет глянец после того, как он высохнет. Но вот смотрите, этот черный с коричневым высохли. Глянца я не вижу. То есть, если вот эти вот блестят, как-то вот, да, переливаются, то тут вот глянца абсолютно совершенно нету. Вот. Далее, значит, ну, очень такая яркая, клевая подводочка. Так, дальше. 57-69. Вот такой вот серый красавчик. Я его тоже пробовала. Я холодная блондинка. Мне темные оттенки идут. И это, конечно, серый, ну, такой дневной вариант. И скрашу быстро, потому что захочется больше, захочется толще. Вот. Не могу сказать, что не супер ровно вот так же, как вот тут наносится. Потому что, когда ты ведешь глазик, то он немножечко по-другому все-таки смотрится. Не так, как вот тут вот, да. То есть, вот он как под конец. Вот если взять гладкое веко и начинать вот так вот выводить, то, как вы видите, он начинает полосить. Потом по второму разу хочешь повторить. И вот, да, то есть получается вот, видите, неровно. Особо-то неровно. Вот, поэтому мороки много, конечно, с этими подводочками. Но в целом я довольна. Мама уже в очереди. Хочет выбирать, какой ее цвет, какой не ее цвет. Она с них кайфует. Ей не нравится. В общем-то, ну что ж, нравится так нравится. Да, каждому свое, ребят. Я такие подводки не люблю, скажу вам честно. Далее смотрим. А в таких вот двух интересных оттеночках. Такие вот две классные палеточки. Вот коробочки от них. Итак, поехали эти с вами. Значит, первое это идет скульптор. Такой вот темный скульптор. Да, давайте я прям раскрою, чтобы вам было удобнее. Вот это, вот эти цвета мне кое-что напоминают. А вам нет? Нашу прошлую палетку не напоминают. Мне вот очень напоминают. Прям очень похоже. Да, то есть вот это вот скульпторы. Далее идет хайлайтер. Вот этот вот хайлайтер, да. То есть, как вы видите, они отличаются. И также идет румяна. Румяна абсолютно разные. Да, тут более он такой приглушенный оттенок, но поярче, чем на камеру. И вот такой прям яркий-яркий оттенок. Ну что ж, давайте будем с вами смотреть. Значит, хайлайтеры, мне кажется, абсолютно одинаковые. Вот, может быть, вот этот вот как-то может быть посветлее. Или мне кажется, да. То есть, но нормальный такой хайлайтер. Значит, вот этот давайте еще раз. Мне кажется, что они тон в тон совпадают. Не вижу разницы, ребят. Ни на пальцах, ни на руке. Вообще никакой разницы не видно. Далее розовые. Они, конечно, очень сильно отличаются. Значит, это вот из более яркой такой палетки. Я такое люблю. И вот это более холодный оттенок, да, как вы видите. Понравились. Вот реально понравились. Ничего сказать не могу. И тот, и другой хороши для разных-разных оттеночков, да. И вот эта вот палетка получается более холодная. Это более теплая, да. Далее, значит, вот такой вот оттеночек. Да, он такой идет, знаете, с такой легкой розовинкой, что я его нанесла как тени. И мне как тени он тоже понравился. Вот этот же он идет с такой, видите, как бы желтинкой получается. И вот эта вот желтинка, ее, в принципе, видно, да. То есть они идут такие слегка, как вы видите, блестящие, да. То есть переливаются очень красиво. Хотя и это, наверное, вот переливаться, если вот так на палец сделать. Ну, не сильно, да. То есть они идут без блесточек. В общем-то понравились. В общем-то классные. Одну тенюшку я очень сильно задела пальчиком. Не знаю зачем. Вот. На самом деле они нормально набираются кисточкой. Пока не скатались. Вот этот вот оттенок я проносила на себе. Именно вот эту вот палету весь день. И могу сказать, что она мне как-то даже больше симпатична. Может быть, потому что вот этот оттеночек, он новенький. Да, новенький такой, хорошенький. И он мне действительно как-то и подошел. И все смотрится очень-очень симпатично. Вот. То есть я вот этой палетой целиком делала, получается, макияж. Вот этим я делала тени. Такой получился натуральный красивый макияж. Даже на глаза. Не то, что скульптурирование. Ну, я просто хотела поэкспериментировать, попробовать. А вот этот, значит, оттенок, ребят, он мне очень напоминает именно то, что у нас было до этого. То есть просто поменяли упаковочку, сделали ее квадратной, можно так сказать. Тоже очень красивая, симпатичная. В общем, обе израсходы с легкостью, с радостью и так далее. Действительно, они классные. Да, то есть давайте вот с вами попробуем. Вот этот вот хайлайтер, он довольно-таки нежный. Его можно вместо базы для теней, то есть он такой, знаете, практически не дает блеска, но блеск есть. Но он, знаете, такой минимальный, очень симпатичный блеск, что мне действительно понравилось. И вот с таким оттеночком действительно классно. Далее давайте попробуем вот эту новую палитру. Значит, я возьму сначала хайлайтер. То есть вот так вот наносите. В принципе, его вполне хватит таким образом отскульптурировать личико. Он очень хорошо ложится, потому что не на пудру сверху, да. То есть таким вот образом. И вот эти вот на яблочке. Видите, такой холодный-холодный оттеночек получается. Такая ледышка, только с мороза, да. Такой вроде бы как естественный, но очень-очень симпатичный. И вот этими же тенями я пробовала вот тут вот, да, затенить. Мне тоже такой вот натуральный оттеночек. Очень даже понравился, да. Вот как можно его использовать как дневной и как подложка по тени. Тоже очень даже симпатично, да, смотрится. И сейчас я в розовый макаю. Ну, тут еще можно розового добавить. Тоже классно смотрится. Я прям в восторге. Еще если с подводкой, да, то есть я подвелась с тушью, то действительно здорово. Так, вторую палеточку. Сейчас я возьму другую кисточку. Значит, вторая палеточка у нас с вами более такая вот спокойная. Более такая, да, то есть теплая. И тут уже идет такая вот, да. И когда вы тут будете наносить, то мне показалось, оно немножко темновато может быть, да. То есть хотя хайлайтер мы помним, да, что мы наносим сюда, сюда. Над бровями некоторые наносят. Вот в эти вот места можно нанести, да. То есть он такой неплохой, но не супер блестящий. Если вот, например, у нас с вами есть от Глентим хайлайтер. Вот, да, тут он прям блестючий, да, видите, он прям переливается. И когда вы его наносите, его прям видно на лице, да, то, что вы его нанесли, то, что у вас все заблестело. А тут же более такой натуральный отлив, и он меньше блестит. И то же самое вот с этим, да, то есть он тоже намного меньше блестит, нежели вот этот. Вот этот прям вообще блестючка. Вот. Ну и давайте попробуем с вами, значит, хайлайтер. Но я уверена, что он такой же, да, то есть вот я его набираю. Он, кстати, темнее, чем на камеру. На камеру он более такой неженка, кажется, да. То есть, но никакой рыжинки ничего он не дает. Ну, то есть приятный, опрятный. Ну, то есть можно вот так наносить, можно удлинить. У меня лицо полное, я удлиняю, потому что я булочка. Да, ну и щечки. Ну, то есть видите, тут более такой теплый получается розовый оттеночек. Да, более такой вот симпатичненький. Я еще часто вот так вот растушевываю, чтобы и то, и другое было. Тут, мне кажется, даже излишечки немножечко, да. То есть они тушуются классно, великолепно. Никаких нареканий, да, нету. Кисточку тоже набираются хорошо. И когти они тоже классно будут ложиться. То есть вот я вообще все люблю подряд, наверное, на лицо мазать, поэтому... Да, то есть прикольно. Вот как подложка, да, то есть вот такой вид хороший. Но они не рыжат. Они не рыжат, вот как на камеру. Я сейчас смотрю в зеркало. Они великолепно смотрятся. Мне нравится. Аккуратный такой отлив, практически незаметный. Да, то есть тут вот, как вы видите, немножко даже вот по-разному. Конечно, холодный. Мне кажется, что мне идет больше, чем вот этот вот теплый. Но оба смотрятся неплохо. Прям оба. Нету нареканий. Ни к тому, ни к другому. В общем, ребят, вывод о палетках. Клевое, классное, что-то новенькое. Кисточки в комплекте нет. Я наносила сейчас вот кисточками от Faberlic. Старенькими. Потому что, когда объявили распродажу, их разобрали в первый день. Блестят не сильно. То есть вот этот вот блеск. Вот, да, давайте на складочках руки покажу. То есть вот этот вот блеск. Он вообще еле-еле уловимый. Да, то есть, ну, тут, конечно, на морщинистой руке лучше всего видно, я думаю, и так понимаю, будет. И, конечно же, искрашу с превеликим удовольствием. Вот, если сравнивать с палеткой вот именно что Glam Team, то Glam Team как-то вот тут может быть по разнообразнее с цветами или что. Да, то есть вот видите прямо тут она такая вот прям хорошенькая, клевенькая и как-то вот она более такая вот блестящая, да, по сравнению вот с этими, например, да. То есть если вот взять даже вот эти два оттенка, они такое ощущение, что похожи, да, видите. Вот, но вот этот, если набрать, и вот этот, если набрать, абсолютно разная текстура, видите, абсолютно разные. То есть они очень сильно по текстуре отличаются, да, и в принципе кому какой, но мне без разницы каким пользоваться, да. И вот эти вот тоже хайлайтер, да, если этот сильно блестит, то вот этот он такой более матовый, да, тоже видно, огромная такая разница. Если тут скульптор такой прям какой-то матовый, то тут он такой вот, да, более такой спокойный, да, то есть тут с большей такой рыжинкой, тут с меньшей такой рыжинкой, да, я думаю, вам видно разницу. Вот, поэтому вот не знаю даже. Вот этим я практически не пользуюсь, поэтому, но оно мне иногда бывает нужно как подложка, да, то есть и как бы разница между тенями глобальная, на мой взгляд. То есть нужно выбирать, кому что понравится, кому более матовый, кому нет. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня, в следующих новинках я вам расскажу, в следующей части я вам расскажу, вернее, о следующих новиночках. Вот, всего вам доброго, спасибо, что меня посмотрели, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, буду рада снимать для вас все новинки, которые мне достаются, про которые я не забываю. Да, пока-пока! Пока! Пока! Пока!